всем привет меня зовут карина и сегодня мы будем делать с вами пакет рейсер 10 3 1 4 я рекомендую вам запастись временем потому что этот пакет рейсер делается довольно таки долго потому что у нас сегодня не один пока файлик а сразу два так что мы сразу приступаем к его выполнению для этого нужно скачать инструкцию и два пока файла я этого делать не буду чтобы было все быстрее а вы скачиваете все как обычно заполняете user profile и начинаете выполнение вместе со мной а я приступаю у нас есть две инструкции первая вторая вы первой мы будем смотреть наше задание а второе будем смотреть табличку и наше задание они задания а баллы за выполнение для первого и для второго у меня также есть пока файлик для сервера и пока файлик для клиента я вам рекомендую разместить это также как у меня чтобы не путались где какой и и какой нужно настраивать по порядку и очень важно делать все все задания отдельно для сервера отдельно для клиента потому что если вы перепутаете и будете выполнять например задание для сервера на стороне клиента это не будет работать и скорее всего что вам придется полностью переделывать два пока файлика с нуля а мы конечно же этого не хотим так что переходим к заданию что нам нужно сделать первое нам нужно настроить два коммутатора s1 и s2 потом настроить баннер потом пароли и айпи адресация так что приступим открываем коммутатор номер один свитч вот он и здесь в вкладке конфиг нам нужно настроить имя по заданию на стороне сервера у нас с 1 на стороне клиента s2 так что начинаем s1 для display name и host name и теперь если посмотрите то увидите что в топологии имя коммутатора изменилось на s1 также как и в командной строке то же самое нам нужно проделать с другим коммутатором открываем вкладку конфиг здесь s2 и s2 и также изменилось имя здесь и здесь так что мы сделали все правильно дальше нам нужно строить баннер для этого мы уже в режиме конфигурации вот вы можете посмотреть и сразу вводим команду баннер мод вы можете открыть или скобочки или решеточку написать там баннер к примеру не знаю warning закрыть скобочку и решеточку и нажать кнопочку enter текст баннера у нас не указан это значит что вы можете вводить любой баннер который вам нравится то же самое проделаем с другим коммутатором команда баннер мод и открою теперь решеточку к примеру и также напишу слово warning и закрываю теперь уже решеточку нажимаю enter да баннер у нас настроение там и там теперь нам нужно настроить пароли на режим xs и на линии я хочу напомнить что линии у нас на коммутаторе сила 2 это консольная и линии vti я предлагаю начать консольный line консоль 0 пассворд у нас cisco к примеру у нас он не указан так что вы можете взять тот который нравится вам любой и обязательно команда login enter возвращаемся предыдущий режим и теперь переходим в конфигурацию линии vti для этого также команда line vti 0 и если вы не знаете сколько линии в конце можно поставить знак вопроса и смотрим что у нас 15 что мы и пишем есть и теперь пароль пассворд у нас к примеру тоже cisco обязательно login enter и возвращаемся в предыдущий режим у нас остался теперь режим xs мы его сможем защитить с помощью двух команд это enable secret и enable password вы можете выбрать любой я возьму enable secret так как он более надежный enable secret к примеру класс все готово осталось только айпи адресация смотрим у нас табличку у нас у s1 не указан интерфейс но мы знаем что стандартный интерфейс на коммутаторе это вилан 1 мы его как раз и настроим интерфейс вилан 1 далее вводим команду айпи адрес для того что настроить адресацию и айпи адрес нашего коммутатора сто семьдесят два шестнадцать 1 и 1 нажимаем пробел и вводим мозг под сети 255 255 255 0 enter айпи адрес у нас правильный команду no shutdown и нажимаем enter да айпи адресация у нас тоже настроенная и мы можем вернуться назад бедя команду exit вот теперь повторяем то же самое да s2 это все очень просто enable secret класс enable не то line console 0 password к примеру Cisco далее логин логин есть exit чтобы вернуться в предыдущий режим теперь line vti 0 15 enter также команда password Cisco и также команда логин чтобы перемещаться по командах так как это делая сейчас нужно просто нажимать стрелочки вверх или вниз готова я вернулась режим конфигурации и смотрю что мне осталось настроить только айпи адресацию вводим также команду интерфейс интерфейс вилан 1 далее команда айпи адрес у нас для s2 это 172 16 1 2 я скопирую ставлю чтобы не ошибиться ой это кнопочка и 255 255 255 0 enter и также no shutdown готово и вернемся в предыдущий режим вот и как вы можете видеть у нас на обеих заданиях сказано что у нас 8 баллов из 44 и 8 баллов из 32 так как это указано у нас вот здесь значит у нас все правильно и мы можем двигаться дальше если у вас что-то не так нажимайте кнопочку чек зац и исправляете то что неправильно дальше нам нужно настроить потому линк чтобы она была готова принимать входящие подключения для этого обязательно в режиме сервера переходим в меню вкладочка extensions мультисервер и listen здесь нам нужно запомнить айпи адрес порт пароль у нас стандартам будет cisco и здесь нажать always accept и здесь always deny иначе она не будет подключаться нажимаем кнопочку ok готово теперь нам нужно перейти в саму тучку и открыть incoming и нажать также ok да обратите внимание чтобы здесь была калочка use global multiserver паспорт открываем паспорт открываем уже outgoing и здесь нам нужно ввести данные которые у нас были на стороне сервера я знаю что имя сети у нас ptmulink очень важно обращать внимание на большие и маленькие буквы так как они играют большую роль и если будет что-то не так оно просто не подключиться пароль у нас cisco и смотрим у нас на порт и на айпи адрес multiserver listen здесь tags смотрим айпи адреса на 192 168 15 103 и порт у меня подходит у вас может быть здесь что-то неправильно просто посмотрите у вас на стороне сервера и перепишите сюда нажимаем кнопочку connect и здесь ok первое облако у нас было синим это значит что она готова принимать и пересылать сигналы а это облако у нас желтое это значит что оно не подключено к нашей сети для этого мы открываем калочку connections это ярко-оранжево-красная молния и выбираем черный кабель который называется coppers race ru подключаем сначала обязательно к коммутатору и к порту gigabit интернет 01 обязательно и потом к облаку пир 0 и у вас появится линк 0 с 1 gigabit интернет 01 и к нему мы как раз и подключаемся здесь у нас уже зеленое соединение это значит что все хорошо и работает здесь пока оранжевое но она скоро станет зеленым а пока мы можем проверить наше соединение это открываем коммутатор s1 к примеру возвращаемся в режим обычный пароль у нас cisco был да и здесь входит команду ping и дальше ip-адрес коммутатора s2 вот он 192 168 12 нужно подождать пару секунд она пропинкует и мы будем мы можем увидеть что у нас success это значит что ping проходит успешно и все выполнено хорошо и у нас уже появится зеленый треугольничек что тоже значит что соединение работает смотрим дальше что нам нужно настроить участник на стороне да 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 это все у нас работает и количество баллов 11 из 33 и 9 из 44 11 9 все правильно двигаемся дальше теперь нам нужно настроить маршрутизатор у этого маршрутизатора уже графический интерфейс вот он и здесь нам нужно ввести данные сначала начальный ip-адрес вот он но его нужно вводить не вот сюда а сюда будьте внимательны потому что если вы ведете вот сюда она не будет работать не будет подключаться дальше количество пользователей у нас 100 дальше статический dns 1 адрес это 172 дальше 16 16 1 и 5 готово и нажимаем кнопочку set change если у вас настроено здесь все правильно здесь ничего не должно сбиться и если у вас будет неправильный ip-адрес какой-то у вас будет меньшее количество юсеров так что закрываем наш vrs и смотрим что у нас количество баллов стало 12 и двигаемся дальше нам нужно проверить ip-адрес который получен программой netadmin через dns значит открываем netadmin открываем десктоп ip-конфигурация и включаем статический ip вот он у нас все настроено успешно вот написано что successful это значит что все работает и крестовало у нас стало 17 но мы пока не выходим с над админа открываем веб-браузер и здесь нам нужно открыть веб-страницу сервера для этого нам нужно ввести ip-адрес сервера копируем вставляем окей вот если у вас тоже все настроено правильно то наш netadmin должен открыть страничку в браузере и должна открываться user account information мы ее пока не закрываем потому что мы будем использовать дальше я смещу куда-то вниз вот так вот дальше смотрим нужно настроить сервисы на ppmu тест открываем сервер сервисы и смотрим первое что нам нужно это dns включаем dns включаем его вверху обязательно потому что он не будет работать далее нам нужно ввести имя вот она если копируете как я то обязательно удалите точку в конце потому что она не будет совпадать с именем нашего dns сервера и ip-адрес ой я не там вела адрес вот так имя у нас возле имени а ip-адрес мы смотрим в таблица вот у меня таблица спряталась вот она таблица dns вот она сервера 172 16 1 5 172 16 1 5 нажимаю кнопочку add добавить да у нас все добавилось значит все хорошо дальше нам нужно включить сервис электронной почты это mail smtp и поп 3 дальше нам нужно настроить имя домена она у нас дано вот она и теперь из нашей таблички которая открыта в нет админе нужно ввести и юсер пароль к нему и добавить первый пользователь у нас нет админ и пароль циска плюсик готово второй пользователь у нас pc one user и скопируем чтобы не ошибиться пароль циска добавить и третий юсер вы можете просто нажать по первому изменить циферку на 2 и также добавить готово я это сверну смотрим дальше нам нужно включить ftp сервис и добавить и первый пользователь у нас сейчас посмотрим вот этот мин этот мин копируем вставляем пароль у нас также циска дальше нам нужно добавить разрешение это чтение запись и получение содержимого каталога то есть на английском это write read and list и добавить то же самое нужно повторить pc 1 и pc 2 чтобы не переписывать мы можем выделить pc 1 изменить на циферку 2 и нажать кнопочку добавить готово у нас все настроено и смотрим количество баллов 38 и 44 у нас что-то не так нажимаем кнопочку check results, assassin's items и что не так у нас неправильный domain name это очень легко исправить открываем наш pdmo test и здесь нам нужно установить другой domain name мы его настроили правильно но не нажали кнопочку set и он не настроился так что еще раз копируем имя домена очень важно скопировать без точки если вы копируете или же просто переписать потому что она здесь в конце есть маленькая а нам ее здесь не нужно нажимаем кнопочку set все у нас настроилась для всех пользователей и что-то еще не так смотрим все работает возможно мы не включили ftp да мы не включили ftp бывает все где у нас закрываем 38 все работает правильно двигаемся дальше смотрим нам нужно убедиться что все сервисы внедрены в соответствии с требованиями для этого нет админе в этом нам нужно настроить клиента электронной почты для учетной записи пользователя нет нет админ открываем нет админ переходим в электронную почту вот она и здесь у вас должно быть заполнено уже некоторая информация если у вас ее нету как у меня просто пишите со мной я ее себе выписала имя к примеру нет админ имя я смотрела в браузере нет админа ой я закрыла его ничего то есть имя я смотрела также в user account information давайте еще раз туда перейду чтобы вам показать вот в браузер ссылка go user account information и вот имя я брала вот здесь в этой табличке возвращаемся опять нет админ эмейл и имя нет админ адрес берется с имени нет админ и дальше дописываем собачку ptmu.test готово теперь incoming и outgoing mail service у нас указаны где он используйте браузер используйте bbvvptmo.test в качестве как входящего так и исходящего сервера электронной почты мы его как раз и будем использовать вот тест и тоже самое с outgoing дальше username у нас нет нет админ админ и пароль cisco нажимаем кнопочку save если у нас все правильно должно быть баллов уже больше далее нам нужно что отправьте сообщение электронной почты пользователю на pc1 для этого нажимаем compose кому пишем pc1 ptmu.test готово pc1 user вот так тема у вас может быть любая я напишу слово просто тема к примеру тема и любой текст сообщения нажимаю кнопочку send как вы видите у нас отправка успешна значит все окей смотрим дальше нам нужно выгрузить файл secret.txt на ftp сервер чтобы это сделать закрываем email открываем командную строку и прописываем команду ftp на английском языке ftp и дальше ip адрес нашего сервера из таблички у меня это 172 у нас в задании 16 1 5 да можем сверить вот 172 16 1 5 нажимаем кнопочку enter оно сейчас подключится и нам нужно будет ввести имя пользователя так error почему не так возможно а потому что я ввела 15 а нужно 16 ctrl c мы вернулись в нашу командную строку 16 1 5 enter вот у нас все работает имя пользователя у нас netadmin enter и пароль cisco но когда вы будете вводить пароль он не будет подсвечиваться так что просто вводите и не бойтесь enter да мы уже на ftp сервере вы можете это видеть по вот такому вот значку и нам нужно выгрузить файл secret txt для этого чтобы его выгрузить нужно использовать команду put если вы не знаете команду ставим знак вопроса и смотрим какие команды у нас есть cd delay.td и так дальше у нас не подходит а вот put подходит пишем команду put и потом нам нужно поместить наш файл secret.txt просто переписываем secret txt проверяем что чтоб все было правильно и нажимаем кнопочку enter как вы видите у нас все хорошо выполнилось и файл сокружен дальше что нам нужно мы можем посмотреть что у нас стало 43 из 44 как и здесь значит все окей мы можем двигаться дальше пока закроем нет админ и смотрим нам нужно настроить PC1 и PC2 на автоматическое получение адресов для этого откроем сначала PC1 десктоп IP конфигурация и вот DHCP он успешен и так же нужно сделать с PC2 десктоп IP конфигурация и data host configuration протокол окей ждем и он так же успешен закрываем смотрим что дальше PC1 и PC2 должны иметь доступ к веб странице по IP адресу и по домену открываем наш любой из компьютеров на браузер вот сначала вводим с помощью IP адреса go мы получили такую же страницу с user account information и к примеру с PC2 давайте попробуем через ссылку так же скопируем и так же в конце нужно брать точку go почему не так protocol not sub а потому что да потому что у нас видите два раза http один раз удаляем go вот у нас все работает и так же можем посмотреть user account information и она у нас совпадает с такой же как и PC1 и у нас остался последний шаг ну предпоследний шаг что нам нужно нужно убедиться в том что PC1 получил сообщение электронной почты и от NetAdmin и отправить ответ и так же перед этим нужно настроить учетную запись электронной почты на ПК откроем к примеру ПК1 вот она и что нам нужно соответственно ага вот у нас есть страничка открываем ее откроем например на PC2 веб-браузер ставим ссылку go да это та же страница и здесь нам нужно встроить также email адресацию а и закрываем tags configure mail по сути нам нужно настроить а не там где у нас здесь а ну да открываем mail и здесь нужно ввести ваше имя электронный адрес и так дальше по аналогии нам нужно ввести имя раньше был нет админ теперь у нас PC1 да вот так email адрес это имя вот она username плюс ptmu test что мы как раз и идем собачка p ой ptmu . test дальше incoming у нас стандартный это www ptmu . . test да он такой же и в outcoming да username у нас также pc1 user и пароль у нас cisco save и смотрим нажимаем кнопочку receive и смотрим что receive mail success значит письмо у нас получено мы можем его открыть посмотреть вот у нас тема и вот на наше текст сообщения что вы там могли написать и что нам осталось еще нужно отправить сообщение электронной почты с pc1 на pc2 и также отправить ответ на netadmin нажимаем кнопочку compose и сначала отправим netadmin вводим его электронную почту netadmin e ptmu . test готово здесь тема давайте напишем я учусь пересылать письма к примеру и тут любой текст сообщения например текст моего письма send отправили mail success письмо отправили и теперь нам нужно отправить письмо на pc2 опять же compose здесь уже меняем на pc ой вот так pc2 user потому что у меня была на русском поэтому она не хотела писать писать давайте все стром pc2 user e ptm u . test да например здесь просто письмо письмо я пишу на английском бывает вот так и текст оставим такой же также отправить да также mail success все работает чтобы получить это письмо на pc2 открываем mail вот он также я имя это у нас таблицы или я уже и так помню просто pc2 pc2 но я лучше проверю открою на pc1 ту страничку чтобы у нас все было правильно вот страничка вот ссылочка открываем ее go user count information да pc2 email address pc2 user ptmu test . test готово здесь по стандарту pvvp ptmu . test я просто скопирую и главное чтобы не было лишних пробелов и знаков потому что не будет отправлять username у нас pc2 user она должна быть а не должна pc2 user главное иметь писать потому что у меня с этим иногда проблемы бывает вот так да и пароль cisco save come receive чтоб получить и так же mail success да все окей и последнее что у нас должно быть у нас количество баллов 31 из 33 да и нам нужно зайти с pc2 вот он на ftp сервер и скачать файл secret txt командная строка команда ftp адрес сервера 172 16 1 5 я посмотрел вот здесь внизу enter оно подключилось теперь у нас username будет pc2 user пароль сиска готово и теперь мы также можем нажать например знак вопроса и посмотреть чтобы получить наши наш файлик у нас команда get что мы и делаем get ой get и потом название нашего файлика secret txt я скопирую я скопирую так же и ставлю enter если у нас все хорошо наш файлик скачается и дальше что нам нужно изменить в нем секретное слово на apple и отправить файлик закрываем нашу командную строку на находим text editor нажимаем бала бала из 32 но что не так у меня на 1 балл меньше здесь нажимаем кнопочку check results и смотрим что у нас у mail user неправильное имя думаю мы это очень быстро исправим это netadmin открываем наш netadmin mail user config email и здесь что-то не так открою опять же браузер посмотрю правильное наш имя и исправим вот ссылочка копируем вставляем go user account information и вот имя нет админ save check results так email incoming mail а у нас username неправильный внизу это тоже не проблема config email вот видите у меня нет админ какой-то я говорю плохо пишу нет а админ окей save теперь должно точно все быть правильно да я думаю что у вас тоже все получилось надеюсь что у вас тоже не было так много ошибок как у меня и думаю на этом все пока